Согласно легенде, когда принцесса Венгрии Кинга вышла замуж за Болеслава князя Краковского, ее отец, король Белла, отдал с ней соляной рудник в качестве приданного. Перед тем, как уехать из Венгрии, Кинга бросила в шахту обручальный перстень. По приезду в Краков она приказала вырыть яму, из которой была извлечена большая глыба соли, а в ней находился ее перстень. Благодаря этому волшебству Польша получила так необходимый ей соляной рудник, а Кинга – вечное поклонение от шахтеров. Посетитель может также увидеть запечатленные в соли фигуры из местного фольклора, Солелюбки – так называли гномов, охраняющих соляные сокровища. Хранитель ценностей – это старик, которого шахтеры называют не иначе, как он. Он является совестью сообщества горняков. Это он награждает за честность и наказывает за лень и тщеславие. Он внезапно переходит дорогу шахтеру, предупреждая его об опасности впереди. Опасности в виде велички, белки, олицетворяющей собой красоту удивительных кристаллов и драгоценного серого золота. Здесь были и другие люди, заслужившие место в истории. Казимир Великий – первый покровитель рудника из королевской семьи. Коперник – астроном, посетивший рудник во время учебы в Кракове. Станислав Сташец – первый польский геолог. Сегодня эта высотная камера является популярным местом для проведения творческих экспериментов и для людей, желающих привлечь к себе внимание зрителей. Известность велички говорит о потоках туристов еще за сотни лет до формирования самих понятий «туризм» и «мировое наследие». Копальня – это очень красивая, это очень красивая вещь. Очень интересная вещь. Очень интересная вещь. В этом году в Комплексе очень впечатляет и потрясающий. Как много лет это было, и как огромное это было, для меня это впечатляет. Я не ожидал этого. Это очень большой и очень много, очень много. В Комплексе и в Комплексе есть еще один из маленьких детей, который называется «Сель-Супережь-de-Лор». Субтитры создавал DimaTorzok Активная вера – вот, пожалуй, ключевое понятие для велички и народа Польши. На протяжении многих веков, когда будущее страны казалось мрачным, поляки никогда не сдавались. Они верили во что-то большое, в идею самой Польши. Шахтеры-велички верили, как и все, и создали нечто более великое, чем они сами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok